Сегодня итоговая пресс-конференция по проекту при поддержке международного фонда возрождения проект стартапов для пересекенцев станции Успеха в рамках программы «Новый отчет». Официальная статистика проекта и выступление одного из финалистов проекта заявленного. Александр Чумагу, руководитель проекта, руководитель Екатерина Стрепченко, куратор проекта, констанции Харьков, Марина Попова участник и, я так понимаю, победитель проекта, правильно? И Елена Рассказова, руководитель Восточно-Украинского представительства международного фонда возрождения. Начнем с кого? С представителя фонда. С представителя. Блин, спасибо. Добрый день. Прежде всего, мне хотелось бы заметить, что Международный фонд возрождения не имеет никакого отношения к партии возрождения, потому что очень часто такие вопросы поступают. До пресс-конференции спрашивали. Международный фонд возрождения существует в Украине уже 25 лет. И мы реализуем свои проекты по развитию гражданского общества и открытого общества в Украине. И Международный фонд возрождения всегда очень быстро реагирует на любые изменения, которые происходят в обществе. И мы открываем программы и проекты для того, чтобы решить эти проблемы. И проект «Новый отсчет» не был исключением из правил. То есть, как только стала проблема трудоустройства у населения, мы открыли 4 центра в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. И надо отметить, что в Харькове этот проект реализовывался достаточно успешно. И это благодаря организаторам, в частности, Ассоциации частных работодателей и благотворительного фонда «Станция Харьков», которые работали сообща, работали достаточно эффективно. В частности, Александр Чумак привлек и новые инвестиции на реализацию проекта, и они занимались метрством. То есть, предприниматели города и области были привлечены к тому, чтобы курировать проекты. А «Станция Харьков» — у них была база внутренних перемещенных лиц, и поэтому заявок было более чем достаточно. Было отобрано 100 человек для участия в проекте, которые в течение месяца проходили обучение. После обучения они написали бизнес-планы, которые потом защищали. К сожалению, не все прошли, но в Харькове, я думаю, Александр скажет об этом подробнее, было больше профинансировано проектов, чем мы ожидали. Кроме того, этот проект уникален тем, что не только общественные организации участвовали в проекте, но и подключился областной центр занятости. Очень активно, за что им огромная благодарность. И мы думаем, что это первая ласточка, первый толчок к тому, чтобы в дальнейшем органы государственной власти, местного самоуправления, и чиновники активно участвовали в наших проектах и сотрудничали и с фондом, и с общественными организациями. Кроме того, должна заметить, что этот проект был еще позитивен тем, что он развеял стереотипы, которые существовали до этого в Харькове, в Харьковской области, по поводу того, что переселенцы, как принято называть внутренне перемещенных лиц, привыкли только брать. Что они не готовы отдавать ничего в местную громаду, настроены на то, чтобы получать гуманитарную помощь, участвовать в проектах и брать-брать-брать. На самом деле новый отсчет, он показал, что переселенцы Донецкой, Луганской области, Крыма очень активно участвовали в жизни громады Харькова, и теперь они не только сами получают оборудование для реализации собственных стартапов, но и трудоустраивают переселенцев, и они, можно сказать, полноправные игроки в бизнесе харьковском, и мы надеемся, что это только начало, что на самом деле переселенцы будут успешно развивать бизнес здесь и в других областях, а были поддержаны еще проекты и Сумской, и Полтавской области. Я очень надеюсь, что данный проект, который проходил достаточно успешно, будет продолжен, и больше и больше переселенцев смогут не только, мы сможем не только способствовать их самозанятости, но они откроют новые предприятия, на которых будут трудоустроены все больше и больше людей. Сейчас есть проекты, чтобы не только с внутренне перемещенными лицами работать, а и с демобилизованными воинами АТО, и привлекать харьковскую громаду. Спасибо. Александр? Спасибо большое. Я все-таки скажу, что, наверное, это не финальная пресс-конференция, не последняя, потому что мы еще будем проводить пресс-конференцию. Да, не дождетесь. Второе. Как любят звезды, в боксе они вроде уходят, а потом возвращаются. Поэтому мы еще проведем пресс-конференцию, потому что, я уверен, будет очень интересно послушать о реализации тех проектов, которые сейчас стартовали, их успехи, как они себя чувствуют и как развивается в дальнейшем вообще центр поддержки предпринимательских инициатив как таковой. Теперь я остановлюсь на официальной статистике проекта. Было подано на конкурс 62 проекта, из которых было профинансировано 33 проекта, ну, поддержано. Это 53,2%, то есть больше половины. В категории малый стартап у нас поддержано финансово 13 проектов, в категории средний стартап 45 тысяч 13 проектов, это приблизительно по 40%. В категории большой стартап 6 проектов поддержано и один проект без категории 40 тысяч гривен тоже был поддержан. Итог вот, суммарно 33 проекта. Гранты фонда возрождения, финансовую поддержку фонда возрождения получат, либо получили уже 20 проектов. От частных инвесторов поддержку получат, либо получили уже 11 проектов. Совместное финансирование нескольких частных инвесторов получит один проект. И совместное финансирование фонда возрождения и небольшое дофинансирование частных инвесторов, это один проект. Всего суммарная сумма поддержки проектов составила 1,360,000 гривен, из которых 1,050,000 это фонд возрождения, остальные 310,000 это частные инвесторы. При плане 1,5,050,000 мы сделали почти 130% плана, привлекли дополнительных частных инвесторов. На момент, когда мы привлекли дополнительное финансирование, я не слышал, чтобы такой размер был в других городах и это выделяет Харьков среди других регионов. На сегодняшний день мы заинтересованы в продолжении проекта. Да, скажу сразу, что уже 6 проектов получили материальную поддержку. Это в виде товаров, необходимых для развития оборудования, услуг аренды помещения и они уже стартуют. Один из представителей расскажет о том, как и где можно будет попасть на открытие непосредственно бизнеса своего. На сегодняшний день мы заинтересованы в продолжении сотрудничества так с фондом Ведроджини, который поддержал нас, так и с областным центром занятости, потому что впервые за историю независимой Украины получился такое очень интересное и полезное сотрудничество между общественными организациями, международным фондом и государственной организацией. Чиновниками. Чиновниками. Чиновниками, да. То есть действительно было очень конструктивное сотрудничество, оно продолжается. Нам предоставили помещение для проведения мероприятий, нам помогали в сопровождении того же конкурса. То есть все было очень открыто. На сегодняшний день мы имеем возможность получать информацию от фонда занятости по количеству зарегистрированных переселенцев, по количеству тех, кто хочет начать свое дело. И это практически база, которая может быть использована для дальнейшего развития проекта. Более того, на сегодняшний день продолжением проекта является подключением в него демобилизованных воинов АТО. Буквально с сегодняшнего дня с одним из проектов бизнес-планов работают менторы проекта станции «Успеху» и «Новый Витлик». И это одно из направлений интересных, которые мы готовы развивать. Кроме этого, проект был презентован на банковской конференции малого и среднего бизнеса 8 сентября. Он был воспринят очень положительно. Банкеры тоже заинтересованы каким-то образом участвовать в развитии этого проекта. На протяжении всего проекта мы были очень максимально транспарентны. Мы показывали полностью работу, отчетность. Наш центр посетили делегации два раза ПРООН, два раза ОБСЕ, немецкий фонд GIZ, представители облдержадминистрации, государственного центра занятости, Министерство социальной политики. И еще много делегаций, которые были заинтересованы посмотреть, как мы работаем, какие результаты мы можем показать. Проект из пилотного на сегодняшний день фактически является образцом в Украине и имеет все шансы развиваться дальше и быть очень результативным именно в плане помощи переселенцев, создания собственных рабочих мест, привлечения безработных и даже других категорий безработных и всех, кто хочет начать свое собственное дело. Переключайтесь на районы. Катя, как Вы будете их набирать? Или лучше всего сказать, что набор будет осуществляться? Если здесь с центром занятости Вы контактировали, то с военными... Ну, я думаю, что в случае необходимости в центре занятости также есть большой класс работы, уже пределом было направление работы с демобилизованными. Можно я добавлю? Значит, центр занятости дал нам статистику. На сегодняшний день у нас 588-590 демобилизованных, из которых 200, с небольшим, по-моему, 209 уже стоят на учете в центре занятости. То есть это та база, с которой мы тоже готовы работать. То есть не все возвращаются на свои рабочие места? Да. Ну, и многие хотят, наверное, изменить специальность и получить, пройти в переоблачение после этого. Я хочу добавить, но так много сказано, что я уже не знаю, что я добавить. Я просто хочу сказать от себя огромное спасибо и Международному, и Международному и Афону Дадрону, Женя, за то, что этот проект был реализован, за то, что он был реализован в Харкове. Я помню людей, которые приходили и начинали участие в проекте, начиная от самого первого собеседования, когда они, возможно, не совсем верили, что правда нас поддержат, а правда, что мы сможем стать, возродить свой бизнес или открыть свой бизнес. И эти люди, я видела их защиту бизнес-планов на финальной защите, и, конечно, за эти три месяца произошло огромное изменение и в уверенности, и в видении бизнес-идеи. И в этом, конечно, огромная заслуга и фонда Винроджиня за поддержку и за возможность пройти то обучение и консультации менторам, которые прошли. В этом есть, конечно, заслуга менторам и консультантов, которые сопровождают проекты. Ну и, конечно, огромная вера людей в то, что все будет хорошо, и начинать сначала можно даже в новом городе и в новом месте, в которое они попали, возможно, не по своей влоге. Еще, опять-таки, от себя хочу добавить, что сотрудничество с ассоциацией частных работодателей. Было комфортным и продуктивным, и реализация этого проекта двумя организациями показала себя тот эффект суммирования силой, возможностей, ресурсов, которые сделало этот проект таким, каким он и сейчас. Ну и, конечно, огромное спасибо об основном центре занятости за поддержку этого проекта. Наверное, мы сейчас так много говорим об этом в свете ситуации, которая возникла сейчас с увольнениями всех глав центра занятости. И просто хочу сказать о том, что, я не знаю, как другие города, но в Харькове областной центр занятости в этом проекте сыграл очень значимую роль, очень помогал и помогал много по своей инициативе и многим больше, чем его просили. И я хочу передать, наверное, раз мы говорим об участниках, слово об участниках. Я единственное попрошу, если возможно, вы представьтесь, откуда вы приехали, чем вы до этого занимались и тот проект, который вы представляли и как это происходило. Да, хорошо, спасибо. Меня зовут Попова Марина, я приехала из города Донецка. В прошлом я не была предпринимателем, была руководителем наемным, организовывала бизнес, но не свой. И мне предоставился такой шанс, и в первую очередь я хочу выразить благодарность станции Харьков, ассоциации частных работодателей и, конечно же, фондовей Дрожжини за такую поддержку финансовую колоссальную. К сожалению, государство нас обделило, но замечательно, что есть такие проекты, которые помогают нам, как переселенцам, в трудоустройстве и в дополнительном обучении, чтобы стать частным предпринимателем, самостоятельным, организовать свой бизнес. У меня как раз тот случай, когда, я бы сказала, не было счастья, но несчастье помогло. Я всегда об этом мечтала, но, будучи в Донецке, имея успешную работу, всегда было страшно сделать шаг вперед и заняться любим им делом, то, к чему у тебя лежит душа. Предоставился такой случай, я, конечно же, воспользовалась этим предложением поучаствовать в проекте и безумно этому рада. Могу сказать, что проект от себя, что проект действительно был настолько доступный для всех, настолько прозрачный. Да, изначально была не до конца вера, что такое бывает, что вот тебе по твоим знаниям, по твоим стремлениям могут помочь и вот действительно бескорыстно помочь. Это произошло. Более того, очень хорошо, что тренера были не просто тренера, бизнес-тренера, да, у которых в прошлой жизни я проходила много тренингов. Здесь были уже тренера, у которых действующий бизнес, они давали ценные советы, они помогали как в составлении бизнес-плана, они помогают до сих пор с любым вопросом в открытии уже своего бизнеса, о котором я сейчас остановлюсь, расскажу. Вот по всем нюансам, по всем вот этим вопросам настолько все открыты, помогают все менторы проекта, помогают кураторы проекта, помогают все тренера. И я подавала бизнес-идею, которая болела уже давно, всегда как девочка хотела иметь частный бизнес в индустрии красоты. И на сегодняшний день я подавала бизнес-идею сеть своих парикмахерских, небольших парикмахерских, предоставляющих услуги по доступным ценам для населения, под личным брендом, который я разработала, парикмахерская пчелка. И уже могу похвастаться тем, что в субботу у меня день открытых дверей, я открываю свою первую парикмахерскую на площади Восстания, это торговый центр «Протон». Приходите, рада буду видеть всех, все клиенты мои получат гарантированный подарок лично от меня, и обязательно будет розыгрыш призов в конце дня для всех участников. Так что рада буду видеть. И что хочу добавить, почему вот так быстро уже в субботу. Дело в том, что после завершения нашего проекта, после объявления результатов, настолько быстро все оперативное произошло, финансирование оплаты. Но это было моментально. Никто даже не ожидал, что вот может быть просто знакомы с другими проектами, насколько там это все затягивается. Было все очень быстро. И большая благодарность, потому что желание уже работать, работать. Какой статус? Максимальная статус. Максимальная статус. Сеть парикмахерских, это первая точка? Да, первая. А где вторую? Планирую. Вторую я уже планирую в конце октября. И на конец года в мои планы входит организовать сеть, минимум три, а так четыре парикмахерских. В том числе и очень хочу... Чем ваши парикмахерские лучше, чем уже существующие? Тем, что, во-первых, это уникальный бренд, в который я заложила не только душу, все, что я хочу, чтобы было у людей. На сегодняшний день нам всем не хватает позитива, да? Вы знаете, вот я в последнее время спускаюсь в метро, и вот смотря на эти лица, вот я начинаю улыбаться резко. Не знаю, как реагируют люди, но мне настолько становится тепло и хорошо. Вот я хочу то же самое, чтобы было в моих занятиях. Когда люди приходили, вот они чувствовали ту отдачу, ту теплоту. Почему название именно пчелка? Потому что пчелы это трудяшечки, пчелы приносят продукт, который, кроме того, что вкусный, он еще и полезный, да? Вот, и вот то же самое я хочу, вот это все, чтобы было в моей сети. Я буду над этим работать, я буду работать со своими подчиненными, да, со своим коллективом. У меня есть достаточно удобно для этого. Вот, и пчелка. Наши мастера как пчелки подстребут вам быстро пчелку. Уже, вот, само название, сам дизайн. Приходите в субботу, все увидите, рада будет на всех. Марина, одним из условий было трудоустройство. Обязательно. Таких же людей, которые вынуждены выехали. Да, на сегодняшний день у меня уже девочки из Первомайска, Луганской, из Луганской области, одна из Донецкой области. Уже коллектив подобран. Да, они... Как я их... Благодаря, во-первых, я сотрудничала с Центром занятости, сотрудничала со станцией Харьков. Естественно, у всех есть база. Все, кто приезжает сюда, узнают о таких организациях. И вот такие организации, как станция Харьков и Центр занятости, помогают людям в трудоустройстве. Благодаря им, ну, я нашла действительно таких людей. Ну, и они у меня... Вот сейчас мы с ними знакомимся, а с субботы начинаем работать. Да, такие люди есть. Экспресс-парикматерские, да, получается? Это будет... Она не будет называться экспресс-парикматерские, но уровень цен такой же, да. Уровень цен как раз тот, который диктует рынок. Спрос, который диктует. Совершенно доступные... Скорость. Простая... Да. Скорость. Скорость, конечно, скорость должна быть. Простая, быстрая стрижка, 30 гривен. Пожалуйста. Быстро. Если есть вопросы, коллеги. Можно добавить. В рамках проекта была издана вот такая брошюра, как начать свое дело, методические рекомендации для внутренне перемещенных лиц. Такие брошюры есть в офисе областного центра занятости. Может быть, где-то скачать можно. И Международного фонда Ведруджиня... Не знаю, скачать... Да, со следующей недели, с понедельника, она будет на сайте ассоциации. В свободном доступе можно будет выскочить. Но вариант напечатанный можно получить у нас в офисе в областном центре занятости. И мы уже отправили ряд таких прошурт в Мариуполь, потому что есть запрос. И думаю, что другие города так и могут быть. Где можно увидеть условия продолжения вашего проекта? Условия продолжения нашего проекта появятся, когда мы, во-первых, закончим этот проект, отчитаемся по нему, во-вторых, мы должны, как говорится, заключить новое соглашение на продолжение проекта с донором. Поэтому пока этот проект не закончился, ну, понятное дело, мы не можем начинать другой. Я думаю, где-то в районе там ноябрь-декабрь мы уже будем знать о продолжении проекта. И, скорее всего, если это произойдет, то где-то в февраль-банке, я думаю, да. Но это не значит, добавлю, что если мы дополнительно найдем частных инвесторов, которые готовы рассматривать стартап бизнес-планы, тогда мы можем начать проект, в принципе, и даже в октябре-ноябре опять. Международный фонд настроен и продолжать? Да, этот проект был достаточно успешен, причем во всех четырех городах. И мы настроены продолжать, но, как я сказала, немножко расширить целевую группу, то есть не только с внутренне перемещенными лицами работать, но и с другими категориями, потому что потребность есть. И еще надо подчеркнуть, что вот как раз сейчас именно общественные организации есть той силой, которая делает то, чего не делает государство. Ну, либо делает недостаточно хорошо, потому что, что касается, допустим, психологической и юридической помощи, когда центры государственные не справлялись, то фонды именно занимались тем, что поддерживали и надавали, в первом случае, в украинском языке, консультации, так, психологические и юридические. Как только потребности изменятся, тут же фонды реагируют. И сейчас, не секрет, что, мы видим представителей СОДИ, которые тут присутствуют, и другие фонды, ПРОН, в частности, они сейчас изменяют приоритеты и больше нацелены на то, чтобы обеспечить внутренне перемещенных людей с житлой и работой. И мы також, у нас есть несколько сейчас проектов и планов, чтобы работать в этом направлении. Еще добавлю, почему сотрудничество международных доноров намного лучше с общественными организациями, потому что общественные организации, они прозрачные, у нас полностью прозрачная отчетность, у нас понятный менеджмент, понятный финансовый менеджмент. И поскольку мы, ну, например, наша организация, 7 лет мы занимались именно поддержкой развития бизнеса, то мы, на самом деле, действительно, немного лучше, а кто-нибудь даже намного лучше знаем, в отличие от центра занятости, где конкретно нужно приложить и какие усилия для того, чтобы получить хороший результат. Более того, мы даже помогаем центру занятости, чем, вот, у Марины будут созданы рабочие места, и есть государственная программа компенсации затрат на выплату зарплаты в плане компенсации ЕСВ и налога на доходы физических. Но об этом же надо обо всем знать. Да, мы об этом знаем, мы помогаем, мы подсказываем, мы избавляем государство от рисков нецелевого использования денег. То есть, тут конкретно мы знаем, что здесь создаются рабочие места, они живые, и это бизнес живой, и там можно спокойно работать, компенсировать из бюджета эти деньги. Поэтому, таким образом, мы помогаем фактически экономить бюджет. Еще раз вопросы у коллеги есть? Да, Евгений, это для газета. Александр, мы говорим, каковы не останавливаются на частных инвесторах, какая была их мотивация, и это безвозмездные деньги, насколько я понимаю, по условиям проекта, или они все-таки, в общем, будут ли вы бизнес? Значит, у нас было 4 группы, 3 группы частных инвесторов, это благотворительный фонд Юрия Сокронова, благотворительный фонд Александра Паламарчука, и совет инвесторов в ассоциации частных работодателей, куда ходят 3 инвестора частных, ну, они попросили не называть их фамилии, это понятно, потому что бизнес немножко опасается этого. Значит, та финансовая поддержка, которая была предоставлена, она безвозвратная. Единственное требование к нам, и наше в отношении тех, кто получает эту финансовую помощь, это мониторинг целевого использования этих средств, либо оборудования, и того же требуют инвесторы. Мотивация инвесторов, на самом деле, если говорить шире, в мире, и в частности в Харькове, много свободных денег, которые инвесторы готовы вкладывать в бизнес, но они требуют несколько выполнения некоторых важных моментов. Первое, они должны видеть прозрачность вложения этих денег. Второе, они должны быть уверены в возврате этих денег, именно как инвесторы, когда они становятся совладельцем этого бизнеса. И третий момент, очень важный, вообще-то инвестор, это человек, у которого нету заинтересованности всегда владеть вашим бизнесом. Это человек, который вкладывает деньги, и потом их хочет забрать в увеличенном виде. То есть вы должны либо выкупить эту часть его инвестора, либо каким-то образом эта часть должна перейти к другому лицу. И вот всегда вставал вопрос у частных инвесторов, это сроки и правила ухода инвестора из бизнеса, чего, к сожалению, у нас никто не знает. На сегодняшний день инвесторы были заинтересованы увидеть механизм, посмотреть, как это все происходит, насколько качественные бизнес-проекты, которые мы представляем. И буквально вчера у нас было заседание частных инвесторов, они заинтересованы в продолжении финансирования проекта. И мы разделим финансирование на две составляющие. Первая, это так называемый по всех, кто знает, что это такое, это необходимый вклад в стартовый денег, в проект, для того, чтобы увидеть его эффективность, насколько он жизнеспособен. Эти деньги могут быть потерянными, каждый инвестор понимает. И вторая часть, это уже фонд инвестиций, которые будут вложены в проекты на условиях льготного, какого-то процентного отчисления и возврата потом их инвесторов. Они готовы с нами сотрудничать в этом плане. Им проект понравился, и они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. К сожалению, у нас в Харькове было много попыток за последние три года, в которых я тоже принимал участие, наладить фактически такую, как говорят в бизнесе, воронку, куда поступают все проекты, где можно их нормально подготовить и представить инвестору как готовый продукт. Вот сейчас эта воронка, благодаря фонду «Бедроджини», станции Харьков, нашему опыту, центру занятости, она появляется. И вот инвесторы заинтересованы, мы готовы сотрудничать. То есть я правильно понимаю, сейчас эти деньги, которые вносили инвесторы, они будут подлежать какому-то... То есть они вошли как в долю бизнеса? Нет. Те деньги, которые сейчас вложены, они безвозвратные. Инвесторы прекрасно понимали, что они эти деньги могут потерять, если бизнес прогорит. Но они согласны были эти деньги сейчас вложить. Потому что они смотрят на перспективу. Они хотят, чтобы был понятный прозрачный инструмент для создания возможности подготовки таких проектов, которые они уже будут рассматривать как возможность для вложения денег с возвратом. То есть сейчас инвесторы не входили в долю бизнеса? Нет, не входили. Они только вложили в безвозвратные, и они сейчас поддерживают проекты, чтобы они работали. Спасибо. Но это единичный такой случай. Можно сказать, если мы будем сравнивать Одессу, Львов, Киев и Харьков, то тут вот малые стартапы, практически все были проинвестированы частными инвесторами. Что, в общем-то, показательно, потому что наши бизнесмены, предприниматели заинтересованы в том числе в развитии малого бизнеса. И они все присутствовали на защите бизнес-планов и отбирали те проекты, которые показались им наиболее эффективными и перспективными. Остались ли еще проекты, которые не инвестированы? И что с ними будет? Как их можно потенциальным инвесторам увидеть, выбрать и договориться? По оценке у нас была 100-бальная оценка проектов. И качественными проектами можно считать проекты, набравшие 2 трети максимальной оценки. То есть 66 баллов и выше. У нас как раз получилось таким образом, что 2 трети проекта набрали 2 трети максимальной оценки. То есть еще приблизительно у нас где-то 10 проектов есть, которые заслуживают на внимание инвесторов. Потенциальные инвесторы? Потенциальные. Но я скажу так, у нас есть 2 человека, частных инвесторов, которые рассматривают эти проекты. И они могут принять решение об их инвестировании. Другие инвесторы как могут этим воспользоваться? База проектов у нас абсолютно открыта. Мы готовы предоставить любому инвестору для изучения. Они могут посмотреть проекты. Они могут привлечь наших менторов для того, чтобы проекты доработать, если в их понимании они не совсем качественные. И при желании проинвестировать. То есть мы абсолютно открыты и мы даже в этом заинтересованы. Потому что там реально остались интересные проекты, которые будут интересны в том числе городу. Например, проект очень интересный это пошив фирменной одежды, который был в Донецке, или в Деликанске, я не помню. То есть бизнес, который для школ уникальную форму, как это делается на Западе. Каждая школа имеет свою уникальную форму, униформу. Очень интересный проект. У нас очень много школ. И я думаю, что у него очень хорошая перспектива. Другое дело, что пока отборочная комиссия его не отобрала. Ну, понятное дело, могут быть какие-то субъективные мнения, но я думаю, что проект перспективный. Своя специфика есть. Да. То есть проект будет продолжен. Мы ждем вас с продолжением. С новыми презентациями. Кстати говоря, USD поддержала Международный фонд «Возрождение». Я всем раздаю эту газету. Спасибо. Мы очень надеемся, что у нас тоже напишут. В полосе, да. А, есть. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...